Всем доброе утречко! Сейчас мы с вами будем продолжать пристригать растения, чистить их и подготавливать к лету. Сейчас когда пойдет молодой прирост, она полностью нарастет и растение будет себя чувствовать значительно лучше. Поэтому мы сейчас аккуратненько пристригаем, потому что если сейчас не пристрижем, пойдет молодой прирост и мы с вами не увидим нашу красоту. Поэтому мы с вами аккуратненько все пристрижем, а по весне, когда пойдет молодой прирост, еще немножко с вами подформируем, чтобы была красота. В Крыму обязательно надо несколько делать стрижек, скорость роста, во-первых, у кипарисовика довольно-таки высокая, поэтому надо делать несколько стрижек с вами. Почему? Потому что это растение очень быстро растет и можно просто упустить момент, когда придется, как говорится, сделать полную стрижку для этого растения. Сейчас мы аккуратненько все пристрижем, молодые приросты у этого растения пойдут и это растение будет очень красивым. Голдрайдер обязательно ставим на солнечное место, потому что на солнечном месте он будет максимально красивый. Кстати, сразу же перед стрижкой обязательно обрабатываем наш инструмент спиртиком, для чего? Чтобы не нести никакие бактерии нашему замечательному растеницу. И тогда кипарисовик вас будет благодарить хорошим скоростью роста, хорошим восстановительным эффектом и будет просто красавец. Видите, хотя бы чуть-чуть пространство появилось. Сейчас, а потом мы сейчас еще дополнительно подстрижемся, немножко ослабим. В том году пропустили стрижечку вторую, поэтому сейчас догоним все. Видите, это с учетом горшка этот прирост идет, понимаете? А если в земле, то это растение вообще будет просто выдавать гигантскую скорость роста. В общем, как говорится, надо быть с ним аккуратненькими, потому что это быстрорастущее растение, но очень красивое. Поэтому для вот таких стрижек оно очень подходит, особенно на югах. Потому что морозостойкость невысокая, к сожалению, у этого растения. Поэтому мы вот так выстригаем его потихонечку и уже что-то преобразуется. А то на общей массе и не видно. Немножко неудобно все-таки в одной руке держать камеру. Но ничего, привыкнем, найдем способ и с вами будем постоянно потихонечку пристригать. Обязательно выставляем его на солнышко, чтобы солнышко падало со всех сторон. Тогда это растение будет у вас максимально красивым и аккуратным. Так, мы тут с секатором, чтобы лишнее не нарезать, все это почистим. Видите, какой красавец. К сожалению, пропустили стрижечку. Ну, видите, они друг друга затеняют. Из-за этого формочка не получается. Растут из-за этого неравномерно. Вот так вот. Поэтому аккуратненько с вами все сделаем. Так, чтобы тут ничего не ломать, мы с вами сейчас с секатором еще чуть-чуть пройдемся и подформируем. Сейчас после стрижки сразу немножко пройдемся ракурсом, погода позволяет, чтобы растение чувствовало себя прекрасно. И будет красота. Ну и каждый год вот так будем с вами стричь несколько раз за сезон. Особенно там, где тепло и прирост у нас уже, можно сказать, почти не за горами. Поэтому надо немножко поспешить и все привести в порядок. Вот видите, потихонечку преобразовывается наш с вами кипарисовик. Так, сейчас связь закончится, поэтому мы с вами, покажу уже конечный результат с вами, вам, на шорте. Так что, как-то так. Сейчас здесь лучше секатором аккуратно это все сделаем, чтобы не это, не тревожить растение. А сейчас вот здесь мы с вами просто подчистим немножко, освободим побеги. Вот тут стричь не будем, наверное, чуть-чуть буквально уберем лишнее, чтобы немножко выросли побеги в стороны. Ну и вверх чуть-чуть пристрижем, чтобы уплотнился. А так вот так вот получится у нас с вами. Красавчик. Красавчик. Так что всем хорошего дня. А сейчас основное все вам скину. Как-то так.